За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран. Из них 5 миллионов – граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения. Среди них около 2 миллионов детей. Евгению Сергееву, как говорит он сам, крупно повезло. В свои 5 лет он смог выжить и вернулся из плена вместе с мамой и бабушкой. Несмотря на годы, Евгений Григорьевич помнит все. Кажется, так давно это было. Но только не для тех, кто прошел сквозь ужасы фашистских застенков. Мы благодарны нашей стране. И я вообще горд, что я россиянин. И спасибо России, что она нас помнит. Трудно об этом говорить. Ну, а сейчас что? Подрастают дочери, подрастают внуки, подрастают правнучки. У меня уже две близняшки правнучки, два годика. И жизнь продолжается, несмотря ни на что. То, что биография этих людей – настоящие уроки мужества для молодого поколения, говорил сегодня глава Сочи. Анатолий Пахомов поблагодарил собравшихся за подвиг и вручил каждому памятную медаль 70-летия Победы. У малолетних узников особая судьба. Впрочем, как и у всех ветеранов Великой Отечественной. О некоторых страницах из жизни участников войны готовится рассказать новая выставка Музея истории «Мы отстояли этот мир». Откроется она 16 апреля и расскажет об освобождении того же Луганска, Донецка и в целом Украины, а также Польши и Венгрии. Задача экспозиции – развенчать все домыслы и рассказать правду, о которой говорят исторические документы. Дело наше правое. Нам есть что сказать, есть что показать. И эта выставка тому подтверждение. Я уверен, что многие-многие горожане, особенно школьники наши, обязательно посетят эту выставку, увидят ее своими глазами и сделают правильные выводы. Анатолий Пахомов пригласил бывших малолетних узников на все мероприятия, посвященные юбилейному Дню Победы. И отметил, что чествования ветеранов уже идут по всему Большому Сочи. Основные же городские мероприятия в рамках Дня Победы начнутся уже 6 мая и продлятся до 10-го. Галина Моисеева, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.